Они не привыкли жаловаться на здоровье, как, впрочем, и вообще жаловаться. Однако возраст делает свое дело, ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. Каждый год в Чувашии проводят диспансеризацию участников Второй мировой. Вместе с бригадой врачей у одного бравого солдата побывала и наша съемочная группа. Великой Отечественной. Он принял в должности минометчика в Крыму. Напали на нас немцы, там на Керць, и нас бросили в составе этих курсов на фронт. Немцы бомбили, голову не поднять. Потом пошла танковая атака немецкая. Я, например, как минометчик и что мог. Я сказал, я до этого еще раз стрелял 7 мин. Там больше мин не было. Мне оставалось, как вообще всем, только бежать. Дальше была осада в Джамушкайских каменоломнях, плен, концлагерь, побег, опять плен. О победе Василию Алексеевичу сообщили союзные войска. Американцы, они видят, мы знаки, понимаешь, носили. Они пошли, пошли к нам, поставили водки и напились. Здоровье позволило и 24 года проработать на Крайнем Севере. В Магадане он добывал золото. И долго и счастливо жить с супругой, чувашской писательницей Зоей Нестеровой. Сейчас немного кружится голова, еще уши почти не слышат, признается бывший участник войны врачам. Руки, ноги у вас работают нормально, более-менее. И руки, ноги. Хорошо, поясница еще болит, да? Вот, поясница болит. Диспансеризация участников войны в Чувашии проходит каждый год. На дом к ветеранам выезжают специалисты узкого профиля. На дому же снимают кардиограмму, делают УЗИ и другие необходимые обследования. Если раньше мы ежегодно осматривали инвалидов, участников Великой Отечественной войны, то уже последние два года в этот план ежегодного обследования включены ветераны тыла, лица жителей блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Осматривают ветерана, врачи, акулисты, офтальмологи, неврологи, хирурги, урологи, акушеры, гинекологи. И таким образом мы можем составить полную картину о состоянии здоровья пациента и дать ему индивидуальные рекомендации по сохранению своего здоровья, активному долголетию. В случае необходимости составляется план лечения. Диспансеризацию могут пройти и те, кто живет не по месту прописки. Для этого необходимо сообщить данные участника войны и его место фактического проживания. К примеру, по телефону горячей линии 45 39 74 или 22 48 91. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.